Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Познакомиться с их автобиографией. Оскар Домингес. Испанский художник и скульптор, один из представителей испанского сюрреализма наряду с Альвадором Дали и Хуаном Миро. Родился 7 января 1906 года в Испании. В юности перенес тяжелую болезнь, повредившую лицевые кости и конечности. С 1926 жил в Париже, работая в семейном бизнесе. Эксперт во Францию бананов. С 1929 окончательно обосновался в Париже, где сошелся с различными авангардистскими группами и сюрреалистами. В 1931 году написал автопортрет и изобразил себя с перерезанными венами. Ранние работы со сказочными и сексуальными мотивами вошли в его первую персональную выставку в мае 1933 года в галерее изящных искусств Тенерифа. Типичной работой для этой выставки является сюрреалистический пейзаж. В 1934 году присоединился к группе Андре Бретона, который продержался вплоть до ее распада в 1948 году. В 1936 Домингвис начал применять метод, названный сюрреалистами переводные картинки – декалькомания. Переводные картинки были включены Бретоном в краткий словарь – сюрреализм. В том же 1936 Домингвис приступил к работе над циклом, названным им декалькоманические автоматические умышленные интерпретации. Основной темой этих работ являлись комбинирование механического функционирования и передача подавленных эротических желаний. В 1947 году в свет вышла книга стихов Домингвиса. Она называлась «Один смотрят друг на друга». Также Домингвис является автором многочисленных статей по технике сюрреализма. «Оскар Домингвис покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены». 31 декабря 1957 года в Париже. Сразу вспоминается его работа. В 1931 году автопортрет, где изобразил себя с перерезавими вены. Вот так вкратце о Оскаре Домингвис, испанском художнике, скульпторе, представителе испанского сюрреализма наряду с Альбадором Бали и Хуаном Мировым. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего. Смотрим, работаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok